В зале администрации состоялась сессия районного совета депутатов. Основным вопросом повестки дня был отчет главы района Заура Хамирзова о деятельности органов власти в прошлом году. В работе сессии, кроме районного актива, участвовали в режиме ВКС премьер-министр Республики Адыгея Геннадий Митрофанов. В зале присутствовал председатель регионального комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, депутаты Госсовета Хаса Республики Адыгея от Кашхабльского района. Выступая с отчетом, Заура Скорбевич отметил, что пандемия не помешала реализовать большинство намеченных задач в минувшем году, за что выразил благодарность команде районной администрации, депутатам всех уровней, главам поселений. Пандемия коронавируса стала самым серьезным испытанием, с которым человечество столкнулось в 2020 году. Это внесло определенные коррективы и в наши планы. Впервые мы работали в условиях строгих ограничительных мер. Нашей основной задачей стала борьба с COVID-19, а также защита здоровья наших жителей. При этом мы не забывали о наших главных приоритетах. Это улучшение условий жизни населения района, забота о материнстве и детстве, поддержка социально уязвимых круг жителей, развитие сфер образования, здравоохранения, культуры, комплексное развитие сельских территорий. В Республике Адыгея с 18 марта 2020 года был введен режим повышенной готовности, в соответствии с которым были установлены ограничительные меры по предупреждению и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Целем недопущения завоза и распространения инфекции в соседних регионах на границах с районами Краснодарского края были установлены посты, для пересечения которых применяли специальные пропуска для завоза продуктов и товаров первой необходимости на территории нашего района. В период ограничительных мер был установлен запрет на проведение массовых мероприятий. Особенность эта касала свадебных мероприятий и похоронных обрядов. Духоведство Республики Адыгеи и представители православной церкви активно призывали население к соблюдению установленных санитарных требований при проведении религиозных мероприятий. Проводила санитарная обработка основных улиц и подъездовных и квартирных домов. За 2020 год в Кашхабовском районе было проведено 1500 проверок хозяйских субъектов, составлено 28 административных протоколов. Общее число заболевших за 2020 год в районе составило 906 человек, выздоровело 711, умерло 6 человек, что составляет 1,4 от общего числа умерших. В период пика пандемии мы поддержали предложение общественности и незамедлительно включились в реализацию всероссийской акции «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых маломобильных граждан и медицинских сотрудников. Силами 175 добровольцев волонтерского корпуса оказаны адресная помощь сотням нуждающихся во всех населенных пунктах района. Так, с момента начала работы на телефонной горячей линии поступило более 1220 обращений. Все они были рассмотрены, а людям оказана помощь в доставке продуктов питания и медикаментов. В качестве гуманитарной помощи было получено от правительства Республики Адыгея и партии Единая Россия 3200 продуктовых наборов, а также 518 наборов от предпринимательского сообщества нашего района, что позволило обеспечить период пандемии малообеспеченные многодетные семьи продуктами первой необходимости. Также оказывалась помощь и поддержка учреждениям здравоохранения района. Работал волонтерский штаб в Кашкабрской ЦРБ, автоволонтеры по разглозу медикаментов. В канун Нового года всеми доработникам и их детям были вручены подарочные продуктовые наборы. Расходы по профилактике и устранению последствий распространения COVID-19 за счет средств местного бюджета в 2020 году составили 6,2 млн. рублей. Эти средства были направлены на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственных принадлежностей, термометров, средств индивидуальной защиты, рецепуляторов бактерицидных, закупку продуктовых наборов для учащихся в годной категории детей. Тематромическая составляющая любого общества складывается из двух главных компонентов – рождаемости и смертности. На сегодняшний день Кашкабрский район – это шестое по численности население района Республики Адыгея, где проживает 29 569 человек, включая 16 704 человек трудоспособного населения, а также 8 001 пенсионеров и 6 608 детей от 0 до 18 лет. Безусловно, основа всей демографической политики – это здоровая и крепкая семья. За 2020 год было заключено 85 браков, зарегистрировано 87 разводов. В 2020 году нами была продолжена работа по реализации в районе нацпроекта «Демография» и его основных направлений. Стимулирование рождаемости, поддержка семей, повышение в обществе престижа семей с детьми, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни. С прошлого года всем новорожденным малышам в районе стали выдавать набор детских принадлежностей. Эта новая мера социальной поддержки была реализована в рамках программ социальной поддержки граждан, учрежденных в каждом сельском поселении. За 2020 год новорожденные малыши получили 302 подарочных комплекта. По состоянию на 1 января 2021 года в Кашкабрском районе насчитывается 691 многодетных семей. Перерост за год плюс 48 или 75%. Росту многодетных семей способствует увеличение размеров выплат, а также введение дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми, на поддержку которых в 2020 году было через органы социальной защиты населения направлено 160 миллионов рублей. Также в прошлом году 75 семей реализовали свое право на получение выплат по материнскому капиталу через пенсионный фонд. По программе устойчивого развития сельских территорий 3 семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на сумму 4,2 миллиона рублей. По программе обеспечения жильем молодых семей 7 молодых семей приобрели жилые помещения на общую сумму 8,8 миллиона рублей. Также 4 жилых помещения было приобретено для обеспечения жильем детей и сирот на сумму 4,3 миллиона рублей. На территории района в полном объеме реализуется указ президента Российской Федерации по обеспечению многодетных семей земельными участками. Выдано 145 земельных участков. На 1 января 2021 года сформировано 34 свободных участков. Один из показателей оценки уровня жизни населения – это занятость населения. Пандемия и всеобщий карантин, к сожалению, негативно отразились на рынке труда. В 2020 году наблюдается рост уровня безработицы на 1,8% по отношению к прошлому году, который составил по району 3,4%. Через органы занятости выплаты получили 1583 человека, которые были признаны безработными, на сумму 43,992,000 рублей. В том числе в период пандемии с 1 марта по август 2020 года выплаты составили 33,5 миллиона рублей. Включая увеличение пособия по безработице на 3,000 рублей на каждого ребенка до 18 лет. Удовольствует доустроить 196 человек. Нам следует использовать все механизмы поддержки благополучия семей. Это один из главных приоритетов реализации нас проекта «Демография». Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования Кашхабрского района на 2020 год составил 971,585,000 рублей. В том числе районный бюджет 909,646,000 рублей. Бюджеты поселений 272,095,000 рублей. Из общего объема доходов консолидированного бюджета района налоговые и неналоговые доходы составили 148,528,000 рублей. Из которых налоговые и неналоговые доходы бюджета районного уровня 93,548,000 рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселений 54,979,000 рублей. Безвозмездное поступление 823,057,000 рублей. Из которых дотации составили 243,964,000 рублей. В том числе дотации бюджетом поселений 34,216,000 рублей. Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов являются НДФЛ, налог на совокупный доход, арендные платежи за землю, акцизы на ГСМ, земельный налог, налог на имущество. Расходы консолидированного бюджета района за 2020 год составили 979,575,000 рублей. Из них заработная плата с начислениями 511,5,000,000 рублей или 52,2% от общей суммы расходов. Расходы бюджета муниципального района составили 919,308,000 рублей. В том числе по основным бюджетным сферам 533,8,000,000 рублей. В сфере образования 456,000,000 рублей. В сфере культуры 77,000,000,000 рублей. Это 55% от общей суммы расходов консолидированного бюджета муниципального образования за 2020 год. По итогам 2020 года целевые ориентиры по исполнению указов Президента Российской Федерации, касающихся уровня средней заработной платы, педагогических работников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работников культуры, исполнены в полном объеме. Говоря об исполнении бюджета за 2020 год, необходимо отметить, что его исполнение было сопряжено с определенными трудностями, которые были связаны с COVID-19. Расходы муниципального бюджета составили более 6 миллионов рублей. С завершением ФОК расходы муниципального бюджета тоже составили более 6 миллионов рублей. На фоне поступления доходов ниже запланированного уровня, дополнительные расходы бюджета привели к существенным сложностям при завершении года. Однако, благодаря финансовой поддержке, оказанной руководством Республики Атегея, в виде дополнительного объема дотаций в размере 25 миллионов рублей и бюджетного кредита в сумме 10 миллионов рублей, финансовый год завершен в надлежащем порядке, за что мы выражаем благодарность Кумпилову Мурату Атегеевичу и Кабинету министров Республики Атегея. Кашхабинский район в последние годы принимает активное участие в реализации ряда национальных проектов. Региональный проект «Чистая вода». В 2020 году в рамках реализации проекта «Чистая вода», который стартовал в 2019 году, завершились мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с целью повышения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой по улице Шхабли. Стоимость данного проекта составила 75 миллионов рублей. Региональный проект «Формирование современной городской среды». В рамках указанного проекта в районы реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов в дворовом территории многоквартирных жилых домов и общественных территорий по улице Шхабли и в поселке Майском на общую сумму 5 миллионов 162 тысячи рублей. Региональный проект «Успех каждого ребенка». В соответствии с данным проектом реализованы мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Капитально отремонтированы спортивные залы «СОЖ-6» поселка Дружба, «СОЖ-8» села Натырбово. Общий объем финансирования на эти цели составил 3,5 миллиона рублей. В рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования в 2020 году в общеобразовательных учреждениях «СОЖ-3» и «СОЖ-7» были открыты центры образования цифрового коммунитарного профиля «Точка роста», а также поставлено оборудование на сумму 2,1 миллиона рублей. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», национального проекта образования в 2020 году общеобразовательным учреждениям «СОЖ-1», «5», «8», «9», «11», «12» были приобретены современные оборудования на сумму 9,6 миллиона рублей. Региональный проект обеспечения качества нового уровня развития инфраструктуры. В рамках данного проекта в районе были реализованы следующие мероприятия. Завершено строительство Дома культуры в Ауле-Уходс на 300 мест, которое проходило в три этапа с 2018 года. Общий объем финансирования данного объекта составил 51 миллион 740 тысяч рублей. В 2020 году осуществлен капитальный ремонт Дома культуры в хуторе Козерно-Кужорском на общую сумму 10 миллионов 247 тысяч рублей. В 2020 году реализованы мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки в Ауле-Печипсе на общую сумму 6 миллионов 172 тысяч рублей. Региональный проект создания всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спорта, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. В рамках указанного проекта в Аули-Кашхабе построен физкультурно-оздоровительный комплекс общей стоимостью 82 миллиона 308 тысяч рублей. Радует, что в районе центра в достаточно короткие сроки появился еще один современный спортивно-оздоровительный комплекс и занятий спортом жителей различных возрастов. Региональный проект обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. В рамках госпрограммы обеспечения доступным комфортным жильем и коммунальными услугами реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и освоены средства на сумму 7 миллиона 501 тысяч рублей. Ижеводных Ашхабовских район принимает участие в реализации на территории района ряда федеральных целевых программ на условиях софинансирования расходов. Наиболее значимое это завершение строительства газификации «Кутар-Игнатерский» начатого в 2019 году, на что были затрачены средства в сумме 7,2 миллиона рублей. В рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан в Ауле Игурухай обустроена детская площадка на общую сумму 1 миллион 990 тысяч рублей, а также осуществлено строительство скейт-площадки в Ауле Кашхабове общей стоимостью 4,4 миллиона рублей. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» удалось провести реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к социальным объектам на сумму 81 миллион рублей. В таких сельских поселениях, как Майское, Битлевское, Кашхабовское и Натырповское. В рамках соглашений, заключенных администрациями сельских поселений района с Министерством финансов Республики Адыгея, в 2020 году реализованы проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, куда было направлено средства в сумме 5 миллионов 452 тысяч рублей, в том числе средства бюджетов поселений и средства, поступившие от населения и от принимателей 1 миллион 220 тысяч рублей. Это ремонт участка автомобильной дороги в Ауле Игурухай, благоустройство общественной территории на площади перед домом культуры в хуторе Игнатьевский, ремонт улицы Спортивной в Ауле Кашхабли, установка комплексно-уличных и спортивных силовых тренажеров на территории игровой площадки в село Натырбово, благоустройство и установка детской площадки возле Дома культуры в Ауле Коц. Хочется выразить слова благодарности жителям и фермерам района, которые приняли участие в реализации этих важных социальных проектов. В год 75-летия Великой Победы в рамках реализации целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества в 2020 году в Дмитриевском, Кашхаблиском, Волинском и Пшипсинских сельских поселениях был проведен ремонт памятников и благоустройства, прилегающих к ним территорию на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Нас радует, что жители района проявляют активную гражданскую инициативу в социальной и общественной жизни. Особенно это касается таких объектов, которые связаны с нашим историческим наследием. Благодаря нашему земляку Пирсирову Беслану Ромазановичу проведена реконструкция мемориала правшим землякам в годы Великой Отечественной войны в Аулико-Шхабли, а также благоустройство, прилегающее к нему территории, на общую сумму 12 миллионов рублей, за что хочу выразить его благодарность от имени всех жителей района. Благодаря спонсорской помощи предприятий ООО «Битум-Оп» Веретука Мухарь Ромазанович в сумме 300 тысяч рублей произведены работы по благоустройству подъездных путей к Дому культуры АОО «ХОЦ». За счет небюджетных средств «Сьюжгазэнерджи» произведен капитальный ремонт дом номер 11 на сумму 8,2 миллиона рублей. За счет собственных средств ООО «Энтера» пристроено помещение для увеличения площади пищеблока в СОЖ номер 2 и осуществлено благоустройство территории вокруг ФОК, а также проведены дополнительные работы на общую сумму 2,4 миллиона рублей. В 2020 году в рамках НАСПроекта здравоохранения завершено строительство четырех ФАПов – это хутор «Красный», хутор «Комсомольский», хутор «Полетодел», хутор «Кармельно-Гидроицкий». Указанные объекты мы смогли завершить благодаря помощи таких организаций, как ООО «Домострой» и «Адгейнеруд» в установленные сроки. Строительство этих важных объектов первичного звена здравоохранения обеспечит доступность медико-санитарной помощи для жителей этих населенных пунктов. Участие Кашхабрского района в программных проектах, направленных на улучшение инженерно-коммунальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, является одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности района, которые позволили привлечь в 2020 году бюджетные инвестиции на сумму более 209 миллионов рублей. Объем инвестиционных вложений в основной капитал предприятий всех форм собственности в 2020 году составил более 288 миллионов рублей. Общий объем инвестиционных вложений в целом по Кашхабрскому району превысил 1 миллиард 21 миллион рублей. Мы стараемся строить свою работу в направлении инвестиционной деятельности. В формате личных встреч на страницах инвестиционного паспорта муниципалитета инвесторам мы предлагаем ресурсы, в том числе землю и прилегающую инфраструктуру к ней, под реальное производство. На инвестиционном портале «Экспублика», где размещена информация о шести инвестплощадках района, предлагаем для коммерческого производства разной направленности. Примером реализованного проекта в районе является проект по реконструкции площадок и строительству обособленного подразделения «Савропольский Бройлер» на базе бывшей Кашхабрской птицефабрики, простаивавшей на протяжении многих лет. Общий объем инвестиционных вложений на реконструкцию птицефабрики составил 523 миллиона рублей, в том числе на закупку оборудования 200 миллионов рублей. Нами рассматриваются и используются различные подходы в части улучшения инвестиционного климата. Одним из направлений является работа по формированию в 2020 году двух семейных участков для строительства одноэтажных многоквартирных домов, аулика, шкаф и село Вольное. Это должно стать одним из факторов заинтересованности для инвесторов и возможности строительства в шаговой доступности этим домам объектов торговли и бытового обслуживания. В последние годы в районе положено начало развития садоводческой отрасли. Объем инвестиционных вложений в эту сферу составил 206 миллионов рублей. Это ООО «Фруктовая усадьба», «Грин Агро» и «БС Агро». Сегодня каждый руководитель, желающий развивать свой бизнес, понимает, что без постоянных вложений в улучшение материально-технического обеспечения и обновления технологического оборудования невозможно ожидать роста производительности труда. А мы, со своей стороны, всегда открыты к диалогу со всеми потенциальными инвесторами, а также готовы сопровождать любой значимый для района проект в режиме одного окна. Наши возможности – это не только наш бюджет, но и наша экономика, где промышленное производство играет ведущую роль. Отраск промышленного производства района охватывает сферу добычи полезных искафаемых, а также перерабатывающих сферок. Индикатором развития промышленного сектора является индекс промышленного производства, которое по итогам 2020 года составило 109% или 3 млрд. 5,1 млн. рублей. Сохранилась также и структура объема отгруженной продукции на территории района, в которой 50,7% объема сформировано организациями, добывающие угреводородное селье и полезные ископания, а 49% – это предприятия перерабатывающей отрасли. Основной объем отгруженной продукции приходится на долю Мамрука, Южгазэнерджи, Кашкабрский КНМ, Адргейнеруд, Кашкабрский сэрзодовод, Владимирский карьер, Битумопт, Стройресурсы. В целом финансовое состояние промышленных предприятий показывает положительную динамику. Одними из социальных характеров источного развития района является доход населения. В 2020 году за период 2 ноября начисленная среднемесячная заработная плата работников организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, увеличилась на 3,9% и составила 28 486 рублей. Значительную роль экономика района играет малый и средний бизнес, который обеспечивает налоговое поступление в бюджет, расширяет рынок товаров и услуг. Данный сектор представляет 831 субъектов, 61 предприятие и 770 индивидуальных предпринимателей. За 2020 год вновь зарегистрировалось в качестве индивидуальных предпринимателя 145 человек, создано 2 юридических лица. За 2020 год в поступлении в бюджет района от предпринимательской деятельности субъектов МСП превысили 41,6 миллиона рублей, что составляет 33,6% от общей налоговых поступлений в бюджет района. На протяжении всего года мы работали над ключевой задачей, это увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2021 года среднеиспечная численность работников занятых в сфере МСП, включая ИКП, составила 1687 человек. Прирост 119 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году 10 субъектов МСП района получили финансовую поддержку через фонд поддержки предпринимательства Республики АТГ в сумме 39,250,000 рублей. Имущественную поддержку получило 2 субъекта МСП. Образовательную поддержку 12 субъектов, конституционную 45 субъектов, информационную поддержку 123. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех отраслей экономики и, в первую очередь, для малого бизнеса. Практически все предприятия, за исключением продовольственных магазинов, вынуждены были закрыться на период режима самоизоляции. Поэтому на всех уровнях власти были разработаны комплексы поддерживающих мер, а также именно безвозмездная финансовая помощь 12 130 рублей, отсрочки по аренде муниципального имущества, ГОТ и отсрочки по налоговым платежам и другие. Всего воспользовалось различными мерами господдержки 743 субъекта района. На сегодняшний день в районе отсчитывается более 250 объектов потребительского рынка, которые представлены сетью стационарных магазинов, предприятий бытового обслуживания и общественного питания. В период ограничительных мер свою актуальность подтвердили ярмарки выходного дня, количество которых в следующем году составило 115. Количество торговых мест на ярмарках достигло 70 единиц. Это создает здоровую конкуренцию среди местных производителей сельхозпродукции. Наша первая очередная задача – это создание условий для того, чтобы бизнес вышел из тени и начал приносить доход в бюджет у района, а значит и каждому жителю. С июля 2020 года мы получили еще один резерв и дополнительный инструмент – это самозамятые. Закон о ведении налогов на профессиональный доход позволил вывести из теневого бизнеса 238 человек. Нам следует широко использовать расследительные меры, чтобы предприниматели понимали, если их нет в реестре субъекта МСП, доступ к получению любых мер поддержки будет невозможным. Создание условий для развития сельского хозяйства входит в число главных приоритетов района. По состоянию 1 ноября 2020 года в районе находится в обороте 45 684 гектар земель сельскохозяйственного назначения. Из них 35 118 гектар башни, 33 гектар многолетних насаждений, 9 840 гектар башни. Сельскохозяйственные комплексы района сегодня – это 7 сельскохозяйственных предприятий. Это Ренессанс, Эльбус-1, Грин Агра, Азамат, АКРМ, агрофирма Эльбус-1, РБС Агра. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 124 388 тонн. Производство овощей во всех категориях хозяйств КСЛПХ составил 230 тонн. Производство картофеля составило 145 тонн. Валовый сбор плодово-ягодной продукции в 2020 году составил 47 тонн. Закладки многолетних насаждений в последние годы уделяются особое внимание. Заложены всего 113 гектаров. Поголовый КРС во всех категориях хозяйств на 1 января 2021 года составляет 9765 голов. При этом коров 5207 голов, овец и коз 23504 голов, поголовый свиней 987 голов. Производство мяса скота и птица на убой в живой весе на 1 января 2021 года составило 4550 тонн. Целевой индикатор производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств выполнить за счет птицеводства, обзыводства и свиноводства. Валовый надой молока на 1 января 2021 года составил 28 046 тонн. Целевой индикатор производства молока во всех категориях хозяйств удалось выполнить. Немало вклад внесли крестьянско-фермерские хозяйства, получившие гранты на развитие молочного животноводства. Это фермерские хозяйства Бружева, Тученко, Хамирзова, Тхакакова. В последние годы значительно расширены программные мероприятия по развитию отраслей сельского хозяйства. За период с 2012 года обладатели мигрантов стали 87 христианско-фермерских хозяйств на общую сумму 195 млн. рублей. Из них по программе поддержки начинающих фермеров 64 КФХ получили господдержку в сумме 106 млн. рублей. По программе развития семейных ферм 16 КФХ на сумму 77 млн. рублей. В 2020 году обладатели мигрантов стали 9 христианско-фермерских хозяйств на сумму 18,7 млн. рублей по программе поддержки начинающих фермеров. За весь период грантополучателями создано 85 рабочих мест заработной платы 26 800 рублей. А также приобретено 54 трактора, 160 единиц навесного и прицепного оборудования сельскохозяйственной техники, КРС 391 лбов, ОВЕЦ 180, 3 единицы автотранспорта. Объем финансирования по всем видам субсидирования Кашкаповского района за 2020 год составил 50 млн. рублей, что является немаловажным фактором в развитии хозяйств на селе. Стабильно сфункционированные объекты коммунальной инфраструктуры и состояние жилого фонда – один из главных показателей качества жизни населения. В настоящее время территория района осуществляет свою деятельность 7 строительных организаций. За 2020 год выдано 126 разрешений на строительство, в том числе 111 объектов – это ИЖС, площадь 9950 квадратных метров, а также 15 объектов капитального строительства. За этот же период выдано 11 разрешений на вот эксплуатацию объектов капитального строительства. Вопросы качества и доступности жилья сегодня поставлены на одно из первых мест среди других социально-экономических задач, затрагивающих каждого гражданина, каждую семью. За период 2020 года всего введено 6,8 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 118% к уровню 2019 года. 67 семей улучшили свои жилищные условия. Стабильность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры и состояния жилого фонда – один из главных показателей качества жизни населения. По состоянию на 1 января 2021 года в районе осуществляют свою деятельность в сфере ЖКХ три организации, которые обслуживают 5701 абонентов района. По состоянию на 1 февраля 2021 года общая задолженность населения перед предприятиями ЖКХ составляет 10 миллионов рублей. На сегодняшний день в районе протяженность электрических сетей составляет 935 километров, тепловых сетей – 3 километра, водопроводных сетей – 147 километров. Большое внимание на протяжении всего года отводилось вопросом чистоты населенных пунктов. Сельским поселением еженедельно проводилась акция «Чистый четверг». Всего в районе было организовано 58 субботников, в которых активное участие принимали депутаты, общественные организации и жители. Не менее важная отрасль, которая формирует комфорт, качество жизни и удобство жителей – это развитие дорожной сети, которая содержится за счет спецдорожного фонда. По итогам прошлого года в дорожный фонд района поступило 17,2 миллиона рублей. За счет этих средств отремонтировано 24 километра дорог на сумму 2,42 миллиона рублей. Подключено 1044 светоточек на сумму 2,5 миллиона рублей. А также выполнены мероприятия по установке систем видеонаблюдения, расчистке каналов, монтажу светильников, вямочному ремонту и установке дорожных знаков на общую сумму 12 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Безопасная и качественная автомобильная дорога» выполнен ремонт участковых автомобильных дорог в протяженностью 9 километров. В 2020 году были завершены работы по строительству защитной тамбы на реке Лоба в районе Славовольное, протяженностью 4 километра. Общий объем финансирования целей и средств Федерального агентства водных ресурсов составил 54 миллиона рублей. Система образования района представлена сетью образовательных учреждений, реализующих основные задачи в дошкольном, общем и дополнительном образовании. В Кашкабовском районе функционирует 28 муниципально-бюджетных образовательных учреждений, включая 13 дошкольных образовательных, 13 общообразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. С введением на территорию района режима повышенной готовности в период пандемии все образовательные учреждения перешли на дистанционный формат работы, с которым все участники образовательных отношений столкнулись впервые. При этом не все дети имели возможность обучаться в удаленном режиме. Прежде всего это было связано с нехваткой связи. Все возникшие проблемы были оперативно решены в короткие сроки. Дети из малоимущих и многодетных семей были обеспечены телефонами, с оплаченными интернетом за счет спонсорской помощи. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции для образовательных учреждений были закуплены в достаточном количестве рециркуляторы, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты на общую сумму 5,3 млн. рублей, в том числе за счет средств Республики Абегея 2,4 млн. рублей. Немаловажное значение в сфере образования имеет организация качественного питания в садах и школах, где закупка продуктов питания производится на конкурсной основе. В 2020 году в годном питании было обеспечено 593 ребенка от общего числа воспитанников или 34,6% от общего числа детей на сумму 1,7 млн. рублей. Компенсацию части родительской платы за присмотр и уход получили родители 100 детей. В суммарном выражении это 682 тыс. рублей в год, что составляет 7% от общего числа детей. Более 46% от общей суммы расходов на питание. Это расходы за счет бюджетных средств, в виде в год и компенсации части родительской платы. В 2020 году в общеобразовательных учреждениях района горячим питанием было охвачено 2919 обучающихся или 86% от общего количества детей. Расходы по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов составили 6,558,000 рублей. Тем самым в полном объеме исполняется федеральный закон номер 273 об образовании в Российской Федерации, в которые с 1 марта 2020 года внесли поправки об обеспечении школьников начальных классов бесплатным питанием с 1 сентября 2020 года. Бесплатным горячим питанием за счет бюджета района было охвачено 528 учащихся 5-11 классов. Это дети из ОГЗ, инвалиды, сироты, дети по топе, дети из многодетных и малоимущих семей. Таким образом, в годном питании в общеобразовательных учреждениях воспользовались 2768 детей, что составляет 57,3% от общего числа всех детей в садах и школах района на общую сумму 12,5 млн. рублей. В дошкольных образовательных учреждениях района в отчетный период функционировало 65 групп, в которых насчитывалось 1419 воспитанников и 143 педагогических работников дошкольного образования. В районе в полном объеме выполнен указ президента Российской Федерации о ликвидации очереди в детские сады и все дети от 1,5 лет, проживающие в Ташкабрском районе, имеют возможность получать доступное дошкольное образование. На улучшение оснащенности дошкольных образовательных учреждений будет отрасльено 8,6 млн. рублей. Это создание условий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на закупку оборудования, холодильного и морозильного оборудования, жарочных шкафов, мебели, на приобретение по общественной безопасности образовательных учреждений. В рамках государственной программы «Доступная среда» проведены работы на сумму 613 тысяч рублей при создании условий в доме номер 9 в хуторе Козелено-Кружевске для инклюзивного обучения детей и детей инвалидов. В общеобразовательных учреждениях за отчетный период обучалось 3408 учеников. Число педагогических работников составило 383 человека. По состоянию 1 ноября 2021 года в школах района имеется потребность в учителях математики, информатики, физики, химии, биологии. Три учителя района в 2020 году стали победителями в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Адыгея. Это Киржинова, Саида Скорбина, СОШ номер 1, Унарокова, НФС, Аслановна, СОШ номер 2, Макогоринка, Ольга Дмитриевна, СОШ номер 9. А также призером республиканского этапа конкурса «Воспитатель года Адыгеев» стала воспитатель СОУ номер 14 Зорга, Силана Тыбова, Платова, Татьяна Анатольевна. Также победителем республиканского конкурса «Лучший учитель Адыгейского языка и Адыгейской литературы» стала преподаватель СОШ номер 8 Шушокова Сусанна Султановна. Аттестаты о основном общего образования получили все 286 выпускников девятых классов школ района, а также аттестаты о среднем общем образовании получили 122 выпускника 11 классов. В том числе аттестаты с отличием получили 21 выпускник или 18% от общего числа выпускников. В основной период проведения ЭГЭ в районе функционировал один пункт проведения экзаменов на базе СОШ номер 1. Анализ результатов ЭГЭ 2020 года показал снижение среднего балла в пределах от 1,5 до 6 баллов по некоторым предметам. Это история, английский язык, литература, общество знания, биология, химия, русский язык. Причиной тому, на наш взгляд, является переход на дистанционное обучение в период пандемии. Вместе с тем наблюдался рост среднего балла по математике профильного уровня, информатике и физике. По итогам ЭГЭ 20 участников получили максимальное количество свыше 80 баллов. По русскому языку, общество знаний, химии, истории, физики, профильной математики и биологии. Несмотря на введение дистанционного обучения, в период пандемии обучающиеся школы района приняли участие во всех проводимых мероприятиях. По итогам две школы и 130 обучающихся стали победителями и призерами различных конкурсов. Яриндят регионального, федерального и международного уровней. Победителем и призером республиканского конкурса на лучшие образовательные учреждения по организации работы, по профилактике правонарушений, обучающихся в деятельности службы медиации стали СОЖ номер 1 первое место и СОЖ номер 9 второе место. В 2020 году 41 студент из числа выходцев из нашего района стали номинантами стипедии имени Тимбота Кирашева за отличные успехи в учебе. Общая сумма выплат на эти цели составила 205 тысяч рублей. На укрепление и развитие материально-технической базы общей образовательных учреждений в отчетном 2020 году было направлено 23 миллиона рублей. Это создание условий по соблюдению санитарно-педемиологической требований, закупка оборудования для общих блоков, отопительных систем, на мероприятия по комплексной безопасности школ и садиков. Для организации бесплатного подвоза, обучающихся к месту отучения и обратно, используется 14 школьных автобусов. И в 2020 году получили новый автобус для СОЖ номер 10 «Утро-Игнатьевский». Сеть учреждений культуры в Кашкабовском районе охватывает 4 муниципальных учреждения культуры. 26 ЦНК, централизованная библиотечная система. С филиалами во всех сельских поселениях, а также централизована гулатерия и центр хозяйственного технического обеспечения, в котором работает 138 человек. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией были внесены существенные изменения в план, форму и методы работы учреждений культуры Кашкабовского района. Главным событием культурной жизни 2020 года были мероприятия, посвященные году памяти и славы. Основными направлениями были организации проведения разноплановых мероприятий при урочении 75-летия Великой Победы. Все мероприятия проводились в видеоформате и публиковались в сети интернет и официальных аккаунтов учреждений культуры. В отчетный период творческие коллективы учреждений района принимали участие в международных региональных и американских фестивалях конкурсах и стали победителями конкурсов. В региональном конкурсе «Лучший культроподник 2020 года» стал руководитель филиал СДК «Культура Игнатьевский» Соломка Елена Сергеевна. В региональном конкурсе «Лучший дом культуры 2020 года» стал филиал СДК «Культура Дмитерский». В 9-м международном фестивале адыгской культуры «Народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов МАХАМ» «Межпоследенческий центр народной культуры» стал лауреатом 2-й степени. В 9-м международном фестивале адыгской культуры «Диплом 1-й степени» награждены работники СНК «Карданов Адам» и «Мизов Ислам». Лауреатом 1-й степени в региональном фестивале «Возвращение к истокам. Путь к возрождению» стал руководителем Народного СДК «Алиникова Зинаида». В 2020 году в Кашкабрской дыше имени Магомета Хагалуджа стала победителем 4-го республиканского конкурса «Лучшая детская школа искусств 2020 года». В районе функционирует библиотечная система. В период пандемии не прерывалась работа библиотек. Основная масса мероприятий проходила в дистанционном формате. В республиканском конкурсе название «Лучшая муниципальная библиотека 2020 года». Дипломом за успешное продвижение книги и чтения награждена сельская библиотека Кутера Казина-Кружорский. В 9-м всероссийском профессиональном конкурсе «Горг из России» номинацию за веру и отечество призером стала заведующая Наталья Боскосельской библиотеки Питкова Наталья Николаевна. Здоровье граждан обеспечивает не только медицина, но и здоровый образ жизни. В развитии спортивной инфраструктуры района за последние 5 лет сделан настоящий прорыв. В районе насчитывается более 110 объектов спорта. Всего в районе имеется 81 подсказных спортивных сооружений, общей площадью 80 тысяч квадратных метров. В серии физической культуры и спорта занято 63 человека. Работает 88 секций по 11 видам спорта. Охвачены все населенные пункты района, в которых занимается 1105 детей. Регистрацию в систему ГТО прошли 7970 человек. Тестирование прошли 5050 жителей района. Район имеет давние футбольные традиции. Спортсмены района достойно выступают на различных соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровня. Наши футболисты в рамках всероссийского проекта «Минифутбол-школу» стали призерами республиканских финальных соревнований, а также заняли первое место в Республике Адге в двух возрастных группах. Команда нашего района стала чемпионом Республики Адге среди липидельских команд, а также завоевала третье место в ЮФО СКФО в городе Саврополь. Возрастающий активность жителей района к занятиям спортом проверен способ правильной жизненной позиции. Поэтому наша задача в 2021 году продолжить работу по созданию условий, чтобы занятия спортом стали доступными для граждан любого возраста. 2020 год стал годом испытаний в сфере здравоохранения. Пандемия внесла свои коррективы в работу врачей и медицинского персонала. В период пиковых заболеваний вирусом колоссально возросла ежедневная нагрузка на врачей и медперсонал, особенно первичного звена. Лечебная сеть учреждений здравоохранения района – это центральная районная больница и поликлиника, 6 врачебных ампулуторий, 11 ФАПов, круглосуточный стационар на 87 лечебных коек. События последнего времени показали, что основная точка напряжения – это дефицит в районе врачей, особенно первичного звена. На сегодняшний день в системе здравоохранения трудится 338 человек, в том числе 40 врачей, 161 медицинских работников, 134 работников прочего персонала. В 2020 году показатели общей смертности по району выросли на 6,1% и составили 415 случаев, в 2019 году 391 случаев. При этом следует обратить внимание на рост смертности населения от болезней системы кровообращения – 171 случаев в 2020 году, или 41% от всех случаев смерти. В 2019 году это составило 161 случаев, или 41%. Но в то же время снизило смертность населения от нового образования – 49 случаев в 2020 году, или 1,8% от всех случаев смертности. Человеческий капитал – это основа социальной политики района. Социальный блок охватывает 79,2% населения района. В 2020 году 7451 получателей и членов их семьи воспользовались мерами социальной поддержки на сумму 212 миллионов рублей. Уважаемые депутаты, приглашенные, работа в 2020 году нам пришла в сложных эпидемиологических и экономических слоях. Вопросы соблюдения санитарной эпидемиологической нормы по-прежнему актуальны. Чтобы дальше развивать экономику района, необходимо использовать все меры, чтобы не допустить возвращения ограничений. Для этого необходимо активно проводить вакцинацию населения новыми вакцинами «Спутник В» и «Ганка Витвак», которые поступают в наши лечебные учреждения. Хочется отметить, что на сегодняшний день район обеспечен необходимым количеством вакцины и любой желающий может привиться в удобное для него время. Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, хочется сказать слава богатайности всем жителям Кашкапурского района за труд, понимание и общий склад развития нашей малой родины. А также попугадать руководителей предприятий, предпринимателей, которые оказывают финансовую поддержку в решении различных социально значимых вопросов. Хочется выразить слова по искренней богатайности главе Республики Адвегей Мурат Карабирович Кумпилову в кабинету министра Республики Адвегей, Государственному совету Каса Республики Адвегей, Советово народных депутатов муниципального образования Кашкапурского района за помощь и поддержку в решении различных насущных вопросов социально-экономического развития Кашкапурского района. Уверен, что 2021 год принесет району еще больше возможностей. Совместным усилием мы должны сделать все возможное для качественного улучшения жизни населения района, сохранения стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В докладе по каждому направлению работы органы местного самоуправления прозвучали цели на будущий год. От имени главы Республики Адвегея поблагодарил руководителя муниципалитета, депутатский корпус и всех жителей района за плодотворную и слаженную работу премьер-министр Геннадий Митрофанов. Как звучало в докладе главы муниципального образования Кашкапурского района, итоги прошлого года показывают, что в районе в целом достигнуты конструктивные изменения в разных сферах участия, в том числе в сельском хозяйстве. Район преимущественно оградный, успехи в этой отрасли имеют кучевое значение. В последние годы муниципальное образование показывает стабильный рост главного скорости на русских и на нового культур, а столь урожаевцев. Такую динамику необходимо сохранить и продолжить. В прошлом году Адвеге собраны реку под этой республики урожаев. Слове свой вклад нести и оградить вашего района. В то же время муниципального образования необходимо продолжить работу по наращиванию подголовья коров в сельскохозяйственных организациях и в сельскохозяйственных хозяйствах. Необходимо активнее привлекать фермерские хозяйства к участию в грантовых программах поддержки и в сельхозской операции. Создание оптимальных условий для развития бизнеса, качественного сотрудничества и координации в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных. Оправлении скотеки и социально-экономического развития Республики Адвеге до 2030 года. Все меры поддержки, предусмотренные в рамках госпрограмм в сфере сельскохозяйственной экономики, должны в полной мере применяться на территории района. Глава Адвеге постоянно говорит о важности развития на работе среди населения. Люди должны хорошо знать о том, что предлагает им сегодня государство для развития своего дела, для решения имущества и жилищных вопросов. Такая помощь особенно важна сейчас. Мы стремимся вводить в республике как можно больше мер поддержки, предлагаемых в федеральной власти, а также на региональном уровне. Считаем, необходимо активизировать усилие минус правильного власти по участию во всех программах, реализуемых в республике. Кашихановский район в последние годы принимает активное участие в реализации национальных проектах, государственных программ. Прошу продолжить такую успешную работу. Хочу отметить амбициозную задачу, поставленную перед республикой Адвегей, главой республики по обеспечению восточного сокращения пригодного для проживания жилищного фонда. А так, в этом году глава республики поставила задачу совершить программу переселения грамотно-изавренного жилья, вызванного таковым до 1 января 2017 года. Каштабельскому району поставлены задачи в России 154 человека из 3300 квадратных метров. И это нужно завершить в этом году. Я прошу главу района поставить под личный контроль выполнения данной задачи главы республики Адвегей. Продолжается участие района в этом году проекта. Прошу обеспечить качественное исполнение всех заполненных мероприятий в рамках этих проектов. В свою очередь, все предпринимаемые шаги должны употреблять доверие жителей района и всей республики власти к экономическому вкусу страны. Это особенно важно в свете предстоящих контрактно-политических событий. Выборы в Государственном Дома России и в Госсовет Хаса Республики Адвегей. Будут на территории района и муниципальные выборы. Подготовка к выборам, как и сами выборы, должны пройти строго в рамках действующего законодательства. Коллеги, важно активнее содействовать решению всех возникающих вопросов. Постоянно поддерживать экономический контакт с жителями района. Каждый, кто в этом нуждается, должен получать необходимую помощь и внимание. От всех нас ждут реальных изменений. В республике выделяется значительное средство. У нас полная поддержка на федеральном уровне. Условия для этого, для того, чтобы Кашхабский район успешно развивался, есть. За решение хочу от имени главы республики Адвегея Мурата Харимовича Кумбилова поблагодарить руководство муниципалитета, депутатский корпус, сотрудников районных служб и ведомств, всех жителей Кашхабского района за проделанную работу. Желаю новых персональных успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия вам, вашим родным близким. Спасибо за внимание. Работа Заура Хамерзова и в целом администрации района была признана депутатами удовлетворительной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова